Привет, политик! С всеми благами этого западного мира и при этом говорят, что а вот систему управления вот народ не может. Откуда взять 18 миллионов американцев? То есть мебелью пожалуйста, одеждой пожалуйста, машинами пожалуйста, самолетами пожалуйста, долларами пожалуйста, их домами пожалуйста, а вот системы управления, которые поставят их под контроль народа нет оказывается. Здесь оказывается нужно 18 миллионов народа, американцев каких-то найти. Вы понимаете, ложь на поверхности. Эти люди каждый день лгут, каждый день говорят, что завтра будет лучше. Вы помните, Назарбаев говорил в 2020 году все будет шикарно, а так получается, что в 2020 году становится еще хуже. Сколько можно терпеть эту верхушку? Теперь вы наверное задаете вопрос, а что же нам делать и вообще когда все это произойдет? Когда все-таки будут изменения? Дело в том, что нынешнее руководство всеми своими действиями или отсутствием действия приводит страну к критической ситуации. Это произойдет на ваших глазах. Сейчас цены на товары поднялись на 20, на 30 и более процентов. И будут еще расти. Потому что девальвации тенге не остановить. Даже они временно будут вливать, делать интервенцию. Это неизбежно. Цена тенге будет падать вниз. А это значит, весь импортный товар, а у нас он почти весь импортный, будет дорожать. Сегодня кто-то из вас успел купить продовольствие, запастись на месяц. Но основная часть населения не имеет таких возможностей. И у них сейчас возникает вопрос, а как нам жить дальше? Как нам спасаться? И сейчас по стране будут происходить разные локальные вспышки, конфликты. Вы можете увидеть в интернете, когда разъяренные люди врываются в крупные торговые центры, сносят все и уносят. Продовольствие, разные товары и так далее. У нас сейчас тоже такая угроза есть. Я обращаюсь к бизнесу. Вчера вы думали, что вы нашли свою нишу. И вы можете сосуществовать с этим режимом. Сейчас, я думаю, вы понимаете, что этот режим вам не поможет, не помогает. Он будет помогать только своим, в узкой верхушке. Вы будете стоять в стороне. Все так называемые отсрочки налогов, они вам ничего не дадут, потому что эти суммы не пропадают. Отложили вам на 3 месяца. На 4-5 месяц вам надо будет заплатить. Откуда? Откуда, когда спрос падает, торговля останавливается, вас в бизнес стоит, вы должны платить людям заработную плату, у вас нет ресурсов. Наше правительство никак в Англии не покрывает 80% заработной платы тех сотрудников, которые вас обязывает эта верхушка политически оплачивать. У вас наступает кризис. И вы прекрасно понимаете, что во главе страны находится неадекватная группа людей, которые ведут страну катастрофии. В ближайшее время, я говорю это с сожалением, мы увидим, как будут нарастать социальные конфликты. И множество людей будут выражать свои возмущения, штурмовать акиматы, кто-то будет штурмовать магазины. Разные проблемы будут в ближайший месяц-два. И конечно же, мы все должны понимать, что должна быть политическая сила, которая придет и эти проблемы решит. Такая политическая сила есть. Я сейчас стою на острие этой организации, называемой Демократический выбор Казахстана. Я просто для тех людей, которые не в полной мере, наверное, представляют, еще раз озвучу. Я был министром энергетики, индустрии и торговли. Министерство экономики находилось в моем подчинении. То есть, все, что производило, генерировало, думало, находилось в моем подчинении. И я разбираюсь во всех отраслях страны и не только страны. Я прекрасно понимаю мировую экономику. Разбираюсь в энергетике, промышленности, в сельском хозяйстве, во всех секторах экономики, финансах и так далее. Поэтому, когда я вчера критически говорил о выступлении Такаева, все его предложения, они были безнадежными, которые не учитывали пруденциальные нормативы для банков. Что банки не могли продлевать, откладывать проценты, не принимать платежи, потому что это приводило фактически к их убыткам и, соответственно, разорению банков. Это его решение или обращение к арендаторам или тем, кто владеет коммерческими зданиями, чтобы они не взимали. Это тоже неграмотное решение. Здесь весь бизнес в нашей стране прекрасно понимает, что я лично очень квалифицированный человек, в состоянии создавать мощные команды, которые вытягивают из кризис любую отрасль. Я руководил энергетикой, энергосистемой страны и сумел буквально за год вырвать энергетику из хаоса и создал лучшую модель развития на тот момент, которая вообще была на постсоветском пространстве. И также было, когда я пришел министром экономики, я вышел с идеями развития импортозамещения, построения своей национальной экономики, собственного производства. Это была революционная программа, которой сейчас, сегодня Абаев заявил об импортозамещении больше, чем 20 лет. И таких программ было много сгенерировано. И вы знаете, за спиной у меня одни успехи. Поэтому, уважаемые друзья, не сомневайтесь, я сумею создать, собрать мощную команду управленцев, грамотных. А вы, в свою очередь, сумеете выбрать, избрать депутатов, которые представляют ваши интересы. Вы сумеете избрать Акимов районов, городов и областей и контролировать власть на местах. Я уверен, что мы справимся вместе. Вместе я не претендую на единоличную власть, потому что именно парламент будет решать, кто будет премьером, кто будет министром. Именно парламент в один день может отстранить кого угодно. То есть мы делаем такую политическую систему, когда власть действительно принадлежит только народу. А нынешняя система, она деградировала, она не реагирует на вызовы. Нынешняя система позволяет этой политической верхушке нагло обогащаться, нагло тащить миллиарды, нагло покупать дворцы за рубежом. При этом эти люди не создавали свой частный капитал, они просто захватывали чужой бизнес, пользуясь неограниченной политической властью. И сейчас вы все понимаете, пришло время перемен. Что же все-таки нам делать? В ближайшие буквально месяц-два мы понимаем, что конфликты будут нарастать. Здесь важно, чтобы вы были грамотными, чтобы вы понимали, что делать завтра. Для этого я призываю вас, чтобы вы подписывались. Вы сейчас находитесь у себя в домах в карантине. В итоге нынешняя власть будет вынуждена объявить тотальный карантин по всей стране. Иначе это болезнь захватить всю страну. Если последствия в Италии, ну скажем так, очень тяжелые, потому что они затянули от принятия быстрых решений, то у нас ситуация будет еще хуже. Поэтому этому режиму нет вариантов, карантин будет объявлен по всей стране. И в этой ситуации я даю вам выход, говорю, подписывайтесь на каналы 16.12, информационный канал 16.12 в YouTube, на канал Мухтара Блязов, на наш чат в Telegram активист ДВК, где мы регулярно освещаем наше видение, развитие, куда двигаться. И далее, многие из вас думают, а когда? А как же вот объявили карантин, в условии карантина нельзя ничего делать, нельзя выходить на улицу? Уважаемые друзья, этот режим совсем недавно говорил, что на митинги нельзя выходить. Но разве это нас остановило? Мы проводили митинги, мы проводили пикеты. Да, людей штрафовали, задерживали, даже сажали в тюрьму, но это нас не останавливало. В итоге, десятки и сотни людей выходят на открытые пикеты, власть скрипит зубами, терпит. Мы выходим на митинги, власть блокирует, терпит. И когда завтра ваша семья будет голодать, когда многие из вас будут болеть коронавирусом, когда вы не получите помощь со стороны государства, когда ваши холодильники будут пустые, а это очень скоро наступит, вас не остановит ничто, никакие решения, указы этого нелегитимного правительства, коррупционного и мафиозного султана Назарбаева, потому что будет стоять вопрос жизни, смерти, смерти вас, ваших детей, вашей семьи. И тогда наш народ ничто не остановит. И мы здесь должны не допустить хаос, мы должны взять власть мягко, мирно. А это возможно только тогда, когда на улицу выходят десятки тысяч, не сотни или не просто тысячи. Когда кто-то говорит, что этот механизм не дает успеха, они заблуждаются, потому что когда выходят сотни тысяч, полиция автоматически переходит на сторону народа. Потому что полиция это такие же граждане нашей страны, и они ждут, когда вы выйдете на улицы, чтобы присоединиться. Так было в Армении, так было в Грузии, так было в Украине, так было во многих странах мира. Ими только тогда, когда на улицу выходят десятки тысяч, именно тогда эти силовики встраиваются, народ идут вместе с народом. И тогда этот режим некому будет защищать. Времени осталось на это немного. Буквально обозримые несколько месяцев, я считаю. Это все произойдет в этом году. И поэтому мы должны быть готовы и для себя никаких тормозов не выписывать. А вот эта власть запрещает нам... А вот такая сказал. Кто он такой? Мебель. Вот Назарбаев сказал. А кто он такой? Это коррупционер, который присвоил богатство страны, захватил власть и думает, что вся страна принадлежит ему. Города и улицы называл своим именем. Это преступники. Это мы все должны осознавать. Революция должна произойти в революции в нашем сознании. И она произойдет завтра на улицах нашей страны. И мы должны тогда для себя решить. Ничего не рушить, ничего не громить. Мы должны просто объединяться. Мы уже доказали. Все наши митинги мирные. Нам не нужно никакого оружия. Сейчас ко мне многие обращаются, говорят, дайте нам в руки оружие. Нет. Мы мирные политические организации. Мы добьемся смены режима мирным путем. Как это было в Армении, в Грузии, в Украине, в других странах мира. Мы точно этого добьемся. Поэтому никакого оружия. Мы должны проводить агитацию. Подключайтесь. Смотрите 16-12 информационный канал. Канал Мухтара Блязов. Мой Facebook, Instagram. Подписывайтесь. Чем больше будет подписчиков на наших каналах, власть будет знать. Это политическая сила, которую поддерживает народ. И каждое мое заявление, каждое мое обращение, эта власть будет воспринимать серьезно. Будет пятиться, отступать. И шаг за шагом мы добьемся смены этого политического строя. И это наступит очень скоро. Потому что эта власть неадекватная. Она не соответствует требованиям времени. Именно представители этой власти заявляют, что якобы Соединенные Штаты Америки, Англия, ведущие страны мира, якобы они принимают несистемные популистские меры. Это неадекватные люди. Неадекватные люди должны пропасть в историю. Мы должны прийти к власти, построить сильную страну. И мы ее построим. Мы знаем, что делать. Вы не переживайте. Читайте, смотрите, подписывайтесь, анализируйте. Анализируйте каждое мое выступление. И знайте, что мы справимся с любыми проблемами. Мы придем к власти. У нашей страны огромные возможности. У нас умный народ. Многие находятся, работают в правительстве, в акиматах. Второй эшелон, третий эшелон. Уважаемые друзья, держитесь. Вы должны сохраниться. Ваши квалификации, ваш опыт пригодится новой демократической стране. Я хочу сказать несколько слов. Бизнесу обратиться. Вы сейчас находитесь под гнетом откатов, взяток, запугивания. В ваших предприятиях сидят силовики, как бы крышуют. Вы не можете развить свой талант. Ваш талант раскроется при новом правительстве. При новой демократической системе. Но для этого вы должны приложить свои усилия. Компромиссов с этим режимом уже не может быть. Ваш компромисс был уже использован. Сейчас мы стоим на краю, когда вызовы, которые стоят перед нашей страной, перед миром, можно преодолеть действительно только объединившись лучшим силам. И они есть в нашей стране. Я верю. Я верю в нашу страну. Я верю в нас. Я не верю этой политической верхушки. И они должны быть отстранены. Они должны быть наказаны. Их не так много. И мы с этим справимся. Справимся, уважаемые друзья. До встречи. Алга Казахстан.